В магазине Хобби ДНЮА всегда огромный выбор сборных масштабных моделей, качественный инструмент, краски и модельная химия от ведущих производителей, разнообразный автомаркет, декали, фототравления и много-много-много других товаров как для начинающих, так и для опытных моделистов. Новинки рынка, гарантия качества, доставка как по Украине, так и в любую точку земного шара, постоянным покупателям скидки. Хобби ДНЮА – это твои увлечения. Попробуйте новую версию сайта. Вас ждет новый дружественный интерфейс, удобная навигация, огромные арты, возможность поделиться своими фото готовых работ, комментарии покупателей. Ссылка на новый сайт внизу в описании. Друзья, перед тем как приступить непосредственно к теме нашего ролика, хочу сделать небольшое отступление и поблагодарить двух моих подписчиков. Это Ворон и Алексей. Дело в том, что в одном из моих роликов, который был посвящен интерьеру моего дома, они дали мне ссылочку, независимо друг от друга, каждый сам по себе. Но ссылка на один и тот же ресурс. Это была ссылка на зеркальные листы. Дело в том, что зеркало, которое у меня присутствует на втором этаже, я делал из алюминиевой фольги. Оно недостаточно отражало. И эти ребята посоветовали мне прикупить на Алиэкспресс самоклеящееся зеркало, скажем так. Я послушал их совета, приобрел себе такой девайсик и вот результатом является вот такое вот зеркальце. Как видите, оно отражает. Естественно, это не 100% зеркало в нашем понимании. То есть, есть небольшие искажения, искривления, что, естественно, легко объяснимо, так как этот материал гибкий и если немножко плоскость неровная, то будет какой-то эффект типа комнаты смеха, скажем так. С собой представляет это зеркало вот такие вот листы размером 15 на 15. С одной стороны у нас подложка, ее снимаем, здесь клеящая основа. А с этой стороны у нас тонкая пленка, защищающая зеркало. Она снимается и получается такое зеркальное покрытие. Вот, в принципе, и все, что хотел я сказать до начала ролика. Огромное вам, ребята, спасибо за такую подсказку. Я уверен, что только здесь, но и автомобильные зеркала, еще какие-то зеркальные поверхности можно будет имитировать с помощью таких вот зеркал. Большое вам спасибо. Всем друзьям большой привет. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Продолжаем работу над диорамой. И хотя домик у меня еще не готов на 100%, но в принципе можно заняться подставкой для того, чтобы определиться с размером, расположением над диорамой элементов и так далее. Что меня ограничивает, это именно размер подставки. И дело в том, что у меня особого места для хранения нет. И то место, которое отведено под эту подставку, оно совсем небольшое. И поэтому подставочку будем делать согласно тех небольших размеров. Я давно уже отказался от гипсовых подставок. От отливки из гипса. Перешел на пенополистирол, если я правильно выражаюсь. Намного проще обрабатывать, легкий материал, меньше, короче, долботник. Значит, вырезал я такой кусок. Вырезал я с запасом. С запасом. Подставочка будет немножко меньше. Сейчас на ваших глазах мы это все дело будем приводить именно в тот вид, который нам нужно. Значит, как вы помните, вместе с трамваем шла подставка именно под трамвай. Вот так вот она выглядит. Мне повезло, что по длине подставочка подходит как раз туда, где она будет становиться. А по ширине можно увеличить еще на 6 сантиметров. Поэтому здесь у меня немножко как бы больше. Я сейчас возьму карандашик, линеечку и по нужным мне храницам все это размечу. Значит, мой дом, дом, я так думаю, что будет стоять, наверное, где-то вот здесь, вот так вот. Придется эту подставку подрезать, как ни прискорбно, но другого выхода нет. Так вот, вернемся к дому. Думаю, домик будет стоять как-то вот так. А так, как видите, его часть, левая и правая, они не одинаковые, то оставлять как бы в таком виде не очень прикольно, потому что, ну, сами понимаете, если смотреть с этой стороны, что с этим делать, я не знаю. То есть, как бы, ну, будет некрасиво. Вот так делать, вот так под углом, ну, тоже, мне кажется, немножко не то пальто. Поэтому, я думаю, наверное, я обрежу здесь вот так, и здесь у меня пойдет. То есть, будет небольшой такой скос под углом, другого выхода я не вижу. Ну что же, я расчертил, так как мне надо, подготовил инструментик. Ну и давайте будем пробовать. Ну, как вы, надеюсь, увидели, отрезал я часть. Может, конечно, немножко кривовато, из-за того, что руки такие немного кривые, но здесь у меня будут еще линейки, поэтому с торцами. Поэтому ничего страшного, будет так, отлично. Друзья, ну, хочу сказать, я доволен, как я хотел, так я и сделал. Ну, вот такая основа под нашу диораму, в принципе, готов. Ребята, ну, вот, да, вот мы уже видим, что, в принципе, эта подставка уже сильно большая, ее нужно будет здесь подрезать. У меня здесь будет летнее кафе, столики стоят, да, и они мне будут, как бы, не на проезжей части, а на таком тротуарчике. Поэтому я прикупил вот такого плана. Это подложка под ламинат. Ну, уже видите, здесь детеныш мой оторвался, делал там домики какие-то, тоже сочинял. И вот с этой подложечки я вырежу себе основание всем. И на этом месте будет у меня летняя площадка кафе. Ну, сейчас я это вырежу и покажу. Опять-таки вырезать буду вот с этой вот штучкой. Итак, выпилил я подставочку. Вот как-то вот так, как-то так оно будет сейчас выглядеть. Теперь, чтобы вот эта наша штучка стала куда не надо, мне придется, вот так видно, да, вот эту часть выпилить. Тогда оно станет, по идее, хорошо. Как видите, лишнее я отрезал. Вернее, может быть, еще не все. Может быть, и здесь немножечко обрежу. Здесь у меня я планирую деревце посадить. Здесь, например, земелька. Тут трамвай. И вот где-то, где-то здесь машина. Короче, да, все это получается чересчур уж компактно. Но поделать ничего не могу. Так, наверное, буду приступать к небольшим, к началу, вернее, покрасочных работ. Вот, начну с этой вот подставки от трамвая. И, 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 и. Вот я приобрел такие линейки. Они у меня будут по торцам. Мои диорамы, они прямые, ровные. Их не нужно будет потом ровнять, только сделать красивые углы. И все. Поэтому я не первый раз так делаю. Мне устраивает, нравится. Значит, вот эту часть хочу покрасить. Ну, для того, чтобы сэкономить краску акриловую, Валеховскую, я нашел у себя в загашниках вот такой вот баллон Dark Grey от Bosnia. И вот именно им я сделаю, как бы, базу нашей дороги. А вот эти вот линеечки хочу покрасить вот такой у меня цвет есть. Называется Mahogany. Mahogany какой-то. Ну, я посмотрел в переводчике Красное Дерево. Красное Дерево. Это будут у меня торцы Майдера. Итак, вот как видите, покрасил я полотно в темно-серый цвет. Вот такой вот в оригинале. Вот такой получился у меня. Так, отложим пока. А вот сделал я как бы сказать правильно, но рамочку, не рамочку, окантовочку. Сделал окантовочку для нашего основания из линеечек. Клей остался. Клеил горячим клеем. Теперь тут осталось только видите, края зашпаклевать, зашкурить и снова еще раз пройтись краской по всему же периметру, чтобы все было однородно, красиво. Будем что-то делать с этой подставочкой под летнее кафе, под террасу. Здесь у меня, я отметил, где будет стоять дом. А здесь хочу сделать, разметить такие плиточки, типа такого небольшого бордюрчик по краю. Размечать буду с помощью какой-то вот такой приблуды. Это, не знаю, как правильно называется, но я где-то ее спер у своих женщин. Это что-то для маникюра, что ли, что-то, какая-то такая штучка. Но она удобненькая. Здесь немножко затупил краешек и она нормально здесь рисует, оставляет. Но здесь я не боюсь, потому что здесь будет дом. А здесь сейчас под линейку красиво как-нибудь расчерчу. Очередная примерка моей подставки. Значит, как вы видите, добавил я рельефа на летнюю площадку. То есть, как бы, прочертил бордюрчики, прочертил плитку тротуарную. Еще, думаю, сделать небольшой вот здесь бордюрчик. И, как видите, появился такой вот элемент. Здесь у меня планировалось дерево. Но я так решил, что сделать подставку в несколько уровней будет намного интересней. И дерево как бы поднять это все засадить. травкой должно быть прикольнее. The next little progress of наша подставка. Значит, что я сделал? Я сделал небольшой еще такой ряд из бордюрчиков, сделанный из такого же материала. Вот у меня кусок остался. Покрасил я территорию нашей террасы вот такой вот серой краской. С этой краской у меня интересная история. Значит, она мне одна из первых. И вот я начал колотить, 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 а она нифига. Ничего с ней не выливается. Я тогда туда залез зубочистка, а там жидкости вообще нет. Все такое. Короче, все в осадке. Первый раз я сталкиваюсь именно с Modeler, что здесь жидкости ни капли не осталось. Я сюда налил изопропилового спирта, опять колотил, 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 но все-таки я побоялся усыпать его, усыпать, лить в аэровров и поэтому тупо кисточкой прошелся по этой штуке. Ну, вроде так вот покрасилась. То есть, если посмотреть, то разницу видно, видите, покрашенная, не покрашенная. Значит, я его грунтовать не грунтовал, потому что этот материал очень такой, скажем так, нежный и грунтовка его разведает на кизяк. То есть, просто покрасил, здесь еще будет смывочка, это не окончательный вариант. Здесь я такую звездочку вырезал, здесь будут корни нашего дерева. То есть, я не хочу, чтобы она стояла прямо на подставке, но будет немножко утоплено. Сейчас я хочу все-таки эту штучку уже приклеить намертво. Затем это все уберется, это края деревяшек замаскируются и я хочу ее покрасить в какой-то земельный цвет. Какой еще не знаю, ну что ближе коричневый. Друзья, не по злому умыслу, а только из-за своего склероза я вас обманул. Сказал, что покрашу эту штучку краской, но на самом деле я перед покраской прошелся еще вот такой вот структурной пастой. убрал две точки, которые там были, как бы немножко придал такую форму и вот сейчас действительно я буду красить вот такой вот красочкой земляной коричневый от Model Air. Замаскировал я края, чтобы не портить, не покрасить основание деревянное, которое уже покрашено. Ну и все, сейчас это все задую. Ну, как видите, небольшой сдвиг. Значит, покрасил я нашу горку. Видите, в один тон не выкрашивал, где-то чуть темнее, где-то чуть светлее. Это все не важно, она здесь будет еще вся у нас в траве. Это чисто так подложка, ну и в принципе как бы это нормально. Немножко прогнулся с летним кафе, с терраской. Прошелся по стыкам с серой смывкой. С серой водной смывкой. Значит, очень хорошо, что она водная, так как никакие агрессивные среды на мою подложечку не влияют, она не разлезется. Я имею ввиду там всякие овенспириты и все остальное. И, наверное, сейчас я возьмусь, возьмусь, найду какую-нибудь красочку, такую тоже, какую-то серенькую. И методом сухой кисти попробую здесь вот это все так попройтись именно по нашей брусчатке. Не хочу аэрографом, не хочу, как бы мы, дорогой краской. Найду что-то из старых запасов, какую-нибудь хобби-малятку или еще чего-нибудь и попробую. Ну, друзья, чтобы было понятно, о чем речь, да, эти две части, я немножко уже прошел вот такой красочкой. Эту часть пока еще не трогал. То есть разница налицо. И, честно говоря, особо здесь стараться смысла нет, потому что всю эту часть будет занимать трамвай, видно ничего не будет. Всю эту часть будет занимать автомобиль. Ну, вот здесь только два столба и какое-то пространство будет видимое. Все остальное будет закрыто моделями. Еще один небольшой этапик, вот такой вот красочкой, сталь от Минга. Я сейчас пройдусь по рельсам. Как видите, я замаскировал все. Надеюсь, хорошо замаскировал, ничего не зальется. Ну, а если зальется, будем что-то поправлять. Итак, снял я маски с наших стальных рельс. И что я думаю, что ничего мне не мешает, по сути, приклеить все это на свои места. Дальнейшую работу с подставкой делать уже присобранных в кучку отдельных деталях. Так, вот такая вот идиллическая картина получается. Значит, что хочу сказать. Решил разбить ролик на две части. В этой части хочу еще пройтись вот такой вот приблудой от МИГа. Это топливо и масло. Хочу, ну, какие-то пятна между трамвайной колеей поставить. И хочу пройтись еще пигментом, который называется Европейская земля. Все-таки это у нас Европа. Я думаю, такой пигментик не помешает. И на этом эту серию я закончу. А в следующей серии хочу, значит, посадить травку. Травку посадить. Затем сделать заборчик сюда для того, чтобы отделять наше кафе от проезжей части, чтобы пьяные немецкие солдаты не вывалились под трамвай. И столбы контактной сети для трамвая. Это будет у нас следующая серия. Друзья, ну вот вроде бы я сделал то, что обещал. Покрыл пылью дорогу. Немножко там унес масляные пятна, оставленные трамваем. Ну, чтобы не настолько уныло было смотреть на эту подставку. Здесь, по сути, ничего такого еще нет. Поэтому я поставил трамвайчик, чтобы вы могли примерно понимать, как это будет выглядеть в масштабе, скажем так. Сейчас я его, конечно, уберу, покажу поближе. То, что я наваял. Ну, в принципе, вот он должно быть понятно, как это все будет выглядеть на диаграмме. Как-то вот так. Да? Здесь дом, здесь дерево, здесь машина. Да, все плотно, все очень компактно. Ну, в который раз повторю, что другого выхода нет, потому что негде было выхранить. А выбрасывать сразу все-таки столько труда очень жалко. Ну, и вот так сейчас выглядит дорога. Значит, как видите, здесь небольшие пятна есть, но я их поверх них еще запылил, поэтому они так не сильно бросаются, волосы. Но, опять-таки, вы помните, здесь трамвай. Их абсолютно не будет видно. Значит, все. Давайте на этом мы закончим. В следующей серии, я думаю, будет немножко интереснее. Опять-таки, будем продолжать подставку. Значит, что будет делать? Будем травку сажать, будем забор делать и будем делать контактные столбы для трамвая. Все. Поддержите проект лайками. До скорой встречи. Всем удачи и всем пока. Вот так дружно и бессмысленно скоротали время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова